ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей и указа президента о частичной военной мобилизации. Свою гражданскую позицию выразили более 15 тысяч амичей. Референдум – это законный выбор своего будущего, будущего своих детей и внуков. Сегодня на Украине возрождают идеи Третьего Рейха. Идет геноцид русского народа. И наш президент сказал, чтобы победить этот нацизм, мы должны объединиться и стать всем миром на защиту русского мира. И мы поддерживаем своего президента и поддерживаем его решения. К поддержку референдума из жителей Донбасса выступили председатель общественной палаты Омской области Лидия Герасимова и герой Советского Союза Николай Кравченко. К участникам событий обратились также известные омские спортсмены, представители государственных, общественных и научных организаций. Только вместе мы сможем побороть того врага, который сейчас стоит у наших границ. И мы, ветераны боевых действий, не понаслышке знаем, что такое война. И как наши деды и прадеды 77 лет назад отстояли Россию от фашизма, так сейчас мы вместе с нашими новыми братьями, которые войдут в состав России, отстоим от нацизма нашу родину. И когда мы вместе, мы непобедимы. Наше дело правое. Победа будет за нами. Яркой частью события стали концертные номера, наполненные патриотическим духом. Хоровая группа музыкального театра и детский хор училища имени Шибалина исполнили песню «Вставай, страна огромная». Артисты Омской филармонии представили номер «Дорога домой». Песни собственного сочинения исполнил ветеран боевых действий, автор-исполнитель Сергей Пестов из Москвы. Кроме того, свое мастерство продемонстрировали представители Федерации спортивной акробатики и велоспорта BMX. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова